Приветствую вас. Я бы сказал, что ваш вопрос немного странный, потому что вы спрашиваете по поводу того, какие слова поддержки сказать мужчине, который первый день вышел на новую работу, где его ждет новый коллектив и где он управляющий. Но при этом вы ничего не рассказываете о нем, то есть не рассказываете о том, какой он человек, какой он как личность, какой у него характер, какой у него психологический портрет. Ни о чем таком вы не рассказываете. А на самом деле информация это очень важно, потому что если человек эмоциональный, то соответственно это один подход. Это можно говорить о том, что такому человеку требуется больше эмоциональная поддержка. чтобы вы его обняли, например, убедили, убедили его в том, что у него все получится, что он сможет, что он справится, вот. Например. И так далее. Это если человек эмоциональный. Если человек напротив не эмоциональный, да, и привык к своей эмоции, грубо говоря, как-то вот скрываться или не показываться, или что-то еще такое вот. То здесь, мне кажется, что имеет смысл просто действительно, как вот сказал мой коллега, да, просто дать ему понять, что вы в него как-то верите, что вы не сомневаетесь в нем, и так далее. Так вот, дать ему прочувствовать вот эту всю историю его самого. То есть, просто, эээ, именно, именно своим поведением показать, эээ, что вы с ним, что вы, эээ, верите в него, верите в него, что вы, вы знаете, что у него абсолютно все-все получится, и так далее. То есть, вот, то, что вы не, эээ, то есть, вы не написали, какой этот человек, это на самом деле существенный минус. Потому что, эээ, ну, если вы не написали, какой он человек, то, соответственно, нам сложно будет вам, эээ, подсказать что-либо, да, по теме вашей. Ну, вот, значит, ну, значит, эээ, значит, эээ, знаете, любое, любое слово поддержки, оно, для мужчины будет означать, что, эээ, вы, как-то, сомневаетесь в нем. И, потому лучше будет, если вы, вообще, не, не покажете ему, что что-то произошло, поиск. Эээ, просто, будете видеть из себя, как обычно, да, и потом, в, эээ, например, в конце, да, там, дня, например, или что-то еще, эээ, просто у него, ээээ, как там, там, например, мой управляющий, да, или, как прошел, как у себя первый день, так, на это неприятно. Или так, на работе все нормально, то есть, как бы, утверждаете, как будто бы, что, не сомневаетесь, эээ, не сомневаетесь даже, эээ, ну, в том есть, что у него все получилось. Вот. А мне кажется, что вот такая позиция, она наиболее приемлема здесь, потому что мужчина, это не женщина, да, и ему, в общем-то, не нужна та же самая, та самая поддержка, которая, например, нужна была бы вам. Вот. Дальше. Эээ, дело в том, что он переделает, не хочется его как-то поддержать. Ну, понимаете, эээ, вы пишете о, о своей проблеме, да, о проблеме поддержки. Вы пишете, эээ, в прошедшем времени. То есть, даже вот, на, на момент записи дополнения, на момент написания дополнения, а проблема-то, скорее всего, уже как-то, ну, либо реализовалась, да, либо вы решили эту проблему. Либо, либо сами нашли слова поддержки, либо, ну, либо нет, да, то есть, такая вот история. И, и, мне кажется, что, вот, именно сейчас, да, вот сейчас, о чем есть смысл, эээ, говорить сейчас? Сейчас есть, эээ, смысл говорить только о том, эээ, что вы можете сделать дальше. По факту, по факту. А дальше вам нужно вести себя так, 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 как будто, эээ, ну, вы нисколько, абсолютно, вот, не сомневаетесь в том, что, эээ, мужчина справится со своей проблемой. Вот. То есть, мне, думает, думает, что, ну, вот так, вот так вот. А если, чем больше вы будете говорить каких-то слов, эээ, слов, тем больше мужчина будет думать, что вы в нём сомневаетесь, видите, вы будете думать, что ведёт себя так, как будто ему нут на поддержку, эээ, вот. А это, ну, как вы понимаете, совсем не то, чего вы, чего вы хотели, хотели быть, как я понимаю. Вот. Дальше. Эээ, вы пишите, что разбил сегодня машину, очень злой, попросил не трогать его, а то он очень злой и без настроения не стал, он ничего проработать, спрашивать, эээ, просто написал тёплую смс-очку и приготовил ужин. Думаю, уж не буду приставать к нему со спросами. Странный какой-то, если честно, вот этот отрезок вашего сообщения. Потому что мужчина в первый день на работе разбил машину, то есть как-то, ну, знаете, как-то странно, странно это выглядит. То есть я ничего не хочу сказать, да, по поводу, вот, того, что вы написали, то есть я верю, что он, ну, действительно мог разбить машину, я верю. Вот. Но, вы знаете, в первый день, что мужчина разбивает машину, при том, что у него, как бы, ну, такое вот волнительное достаточно событие происходит, ну, это, знаете, как-то это странно. То есть вы поступили, в принципе, правильно. А за одним только исключением, да, за одним только таким моментом, почему человек сказал вам его не трогать? Вот что, вот что странно. То есть, ведь, ну, у него проблема, да, у него какой-то не очень хороший, а, случился инцидент, вот, но почему он говорит вам, чтобы вы его не трогали? Да. Для мужчины это нормальная практика говорить так? Или он только, только в этот раз так вот, так вот вам ответил? Как вы вообще это вот, ну, воспринимаете вот такие, такие его заявления относительно его поведения? А, сейчас ли он так вот себя ведёт? Понимаете? Ну, за этим, за этим может, за этим может крыться просто нечто большее, вот. чем, просто чтобы вы не трогали его. За этим может крыться подавление в себе потребностей, например, выражать свои чувства, выражать свои желания. И я думаю, что если это так, то мужчине достаточно тяжело будет, ну, ну, вообще, жить, например, в том числе. То есть, я бы сказал, здесь наоборот, нужно к человеку как-то подчеркнуть на этот подход, да, то есть, чем-то обстричь его, вот, как-то, может быть, разговорить его, может быть, просто что-то рассказать и так далее. Ну, вот. Вот, и вот у меня нет ощущений, что, что вы как-то, вот знаете, с ним близки, что-ли, нет такого ощущения. Я, конечно, надеюсь, что ошибаюсь, вот, но у меня нет такого чисто, что вот не близкие там, если мужчина как-то вот от вас отдаляется, да, и вы как-то вот не знаете, слов поддержки, да, то есть не знаете, что может вашего мужчину поддержать, но как-то это странно, и я бы предложил вам здесь поработать немножко над отношениями в целом, потому что все-таки они важны, да, ну, если вот вы хотите их сохранить и развивать, а если в тяжелые моменты, критические моменты, вы, вы не вместе и в критические моменты вы друг друга не поддерживаете, вот, то мне кажется, это не есть хорошо, и между вами могут быть дальнейшие развитие, а, значит, отчуждение такого, вот. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, то есть, ээээ, вы же не будете, да, там, обращаться, например, к нам, да, и спрашивать, а вот, что в этом случае делать, а что в этой ситуации делать, как в этой ситуации поступать, вот. в этой ситуации. Поэтому, мне кажется, что будет лучше и правильнее, если вы как-то вот свои отношения все-таки освежите немножко. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, если понравился мой ответ, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok